Дочь Владимира Маяковского хочет получить российский паспорт. Патрисии Томпсон сейчас 89 лет. Она живет в Нью-Йорке, где познакомились ее родители. Знаменитый поэт и эмигрантка из России. Каким русским именем просит себя называть, и есть ли в планах переезд в Россию, узнал Антон Пономарев. Хотите, буду безукоризненно нежный. Не мужчина, а облако в штанах. Это поэма. Величайшая поэма. Поэму Маяковского «Облако в штанах» Патрисия Томпсон декламирует по-английски, но называть себя просит русским именем Еленой Маяковской. Елена Владимировна. Но это же мое имя. Это имя Патрисия хотела бы видеть в своем российском паспорте. О нем она говорит сегодня с таким же воодушевлением, как когда-то Маяковский в стихах о паспорте советском. Смотрите, завидуйте, она почти гражданин. Я русская. Я вам покажу. Патрисия Томпсон, 89. Она внебрачная дочь Владимира Маяковского и эмигрантки Элли Джонс, урожденной Елизаветы Зиберт. В 1925 году поэт гостил у своего друга Давида Бурлюка в Нью-Йорке. Здесь и познакомился с 20-летней умницей и красавицей. Это фото и нервные рисунки Маяковского. Красноречиво говорят и о вспыхнувшей страсти, и о девушке, американской мечте поэта. Это все мамины ухажеры здесь. Он сначала нарисовал, а позже зачеркал их всех. В том же году Маяковский вернулся в Россию. Приехать в Америку снова уже не смог. Единственная встреча отца и дочери произошла в Ницце почти через три года. Все последующее общение вплоть до скорой смерти поэта только в редких письмах. Мама всегда говорила мне, никогда ни в чем его не вини. Я ведь могла считать, что он бросил нас, не помогал. Ему нельзя было признаться публично, что у него там дочка. Дочка Патрисия, профессор философии Нью-Йоркского университета и автор многих исследований жизни и творчества Владимира Маяковского. Нью-Йоркская квартира Патрисии Томпсон, Елены Владимировны. Это сегодня такой музей имени Владимира Маяковского. Всюду бюсты, книги, портреты. Книга самой Томпсон-Маяковский на Манхэттене. Совсем не литературовическим под заголовком «Любовная история». Какова, видимо, она и была на самом деле. Всюду коробки, горы записей. Одних томов воспоминаний Томпсон-Маяковской здесь десятки. Владимир Маяковский с Манхэттена как будто бы никуда и не уезжал. Не идет речи о переезде Патрисии в Россию на постоянное место жительства, разве что в гости. В Америке сын, внуки, вся жизнь. Российский паспорт для дочери Маяковского – своего рода символический билет на родину с открытой датой, которым можно воспользоваться в любой момент. Я думаю, паспорт для нее – это больше символ ее любви к России. Такая связь и чувство единства с родиной, любовь к которой была у нее в сердце все это время. Я надеюсь помочь навести мосты, наладить нормальное общение между нашими странами. Надеюсь, что имя Маяковского может помочь достичь взаимопонимания и усилить диалог наших культур. Тогда я умру счастливой. Паспорт на имя Елены Маяковской – цель Патрисии номер один, но умирать она, конечно, не собирается. Есть еще одно желание – наконец, выучить русский, на котором так похожая на Владимира Маяковского дочь Елена разговаривала лишь до пяти лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова